Не могла я без подарков. Ну ладно, ну что вы. Спасибо вам огромное. Как же, заступающий. На прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну граждане шли не только со своими проблемами, но и с новогодними подарками, сделанными своими руками. Председатель садового товарищества Наталья Солдатова рассказала, что дорога, которая проходит по территории Волжского района через СДТ Старомилова, находится в статусе бесхозной, а значит ее никто не ремонтирует. У нас самый большой массив и сейчас в Министерстве программы по строительству дороги, то есть за счет министерства новая, они сейчас ищут дорогу, которой прилегает большее количество товарищей. К нашей дороге прилегает более 23 товарищей. Поэтому наша дорога, как и не из всех дорог дачных проблемных, то есть я считаю, что она из первых подходит под эту программу. Еще в 2014 году суд обязал администрацию Волжского района поставить дорогу на учет и принять собственность. Однако этого так и не произошло. Сейчас по закону это должен сделать не район, а сельское поселение. Людям-то вообще, извините за выражение фиолетово, кто должен написать заявление в Росреест? Для них важно, чтобы дорогу эту отремонтировать. Отремонтировать до тех пор, пока она виртуальна, невозможно. Уверен, что решим. Обратились к депутату и жители дома номер 25 по улице Старозагора. Люди хотят обновить детскую площадку, а для этого принять участие в городских программах. Выяснилось, что земля, на которой построен их дом, принадлежит федеральным ведомствам. Мы обратились в администрацию Октябрьского района, но нам отказали участие в конкурсе в связи с тем, что земля принадлежала Российской Федерации. Поэтому мы обратились к Александру Алексеевичу Хинштейну для решения вот этого вопроса. Я уже вчера связался и с руководством Росимущества, и с руководством Минцифры России, являющимся учредителем нашего университета связи. И все договоренности достигнут. Поэтому в ближайшее время Минцифры отказываются от этого земельного участка в пользу города. Росимущество передает это городской казне. И дальше жители спокойно живут, в том числе имеют возможности участвовать во всех программах. Сегодня реализуем. Депутат заверил самарцев, что вопрос передачи земли будет решен в течение полутора-двух месяцев. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.